всем привет дорогие друзья вы на канале катрин а это продолжение прохождения тени бани зайчик 3 серия второе альтернативное прохождение первое прохождение тоже есть на канале с другими выборами можете ознакомиться плейлист будет в описании к видео но мы продолжаем антонио пришел в школу за дворями приглушенно звучали голоса мигали лампы тьма ползала мимо окон и казалось что школа плывет в открытом космосе как заблудившийся звездолет поднявшись на второй этаж я заметил толпу расписания все что-то оживленно обсуждали я подошел поближе через стену рюкзаков у спин сумела разглядеть то что вызывало такой живой интерес слева от расписания к стеклу было приклеено объявление отпечатано на принтере листок прочитать внимание пропал ребенок вова матюхин так его звали четвертый класс на зернистом отпечатке вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз может это зовут живущий в чащобе мрак впитался в упора и изувенчило лицо пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей и воющего ветра пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня будто малили о чем-то не выдержав взгляда я отвернулся и поспешил к окну уселся на подоконник этаж постепенно заполнялся детьми они собирались группками по несколько человек на меня никто не обратил внимание сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалочку тут явно как какой-то культ на чем-то может быть основанный эти вот истории все правильно про зверей когда мы шли с полиной первом прохождении тоже она рассказала историю из фольклора это очень странно все я повернул голову в их сторону приглядывать к фигурам тут мое внимание отвлекло громко отсок они по коридору гордо задрав подбородок продефилировал учительница каблуки стучали о пол как копытца и вторили шаги девочки которая держалась рядом очень важно и она остановилась чтобы шептут на ухо однокласснице какой-то секрет старосты наверное вон я вручает классный журнал екатерина возьми пожалуйста учительница открыла кабинетную дверь и толпа галдя и толка исповарилась внутри среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с причем лицом до странности напоминавший гранат да тот самый толстяк мы еще с ним пообщаемся недоброе предчувствие зашевелила волоски на моем загривке и на эссе сто процентов встречал я уже ребят с таким бегающими глазами такими каркой и таким каркающим смехом девочка похожа на учительницу и уменьшенная копия предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке вошла в кабинет какой-то пареньюк замешкался в проходе рыжий тут же пихнула мальчик полетел размахивая руками попытки сохранить равновесие толстяк рассмеялся противный гугл подхватило несколько человек его окружении когда лесу на щелкали ножницами большин большими страшными садовыми ножницами кабинет засасал детей коридор опустел мне захотелось врасти в подоконник те самые следы за окнами редкие фонари боролись темнотой барахтались как флорисценствующие рыбы в черном океане а что если сейчас убежать выйти оттуда раствориться во мраке я представил как бегу по снегу а он скрипит под моими ногами с каждым шагом я все легче все невесомые трех звонков завала видением я с не охотой отлип от окна потом несколько раз глубоко вздохнул вместе с антоном дышим чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс и вошел в класс надо было со всеми заходить а не последним 204 кабинет чопорно учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков я новенький антон поувереннее вот сказали к вам подойти заснеженная лесная тропинка вилась перед глазами вовсе не хищно а умиротворенно шуршали сосны вот в такой ситуации нужно быть максимально уверенным когда ты себя представляешь коллективу первое впечатление да она может быть обманчиво но она тоже очень важно она уткнулась носом журнал пролистывала страницу а фамилия то как и петров петров вернее громче говори вот чего мяблишь петров нет такого все можно не учиться пока разворачиваемся открываем дверь и уходим она долго тяжело смотрела на меня точно пыталась уличить в обмане хотелось просочиться сквозь линолеум слева наблюдали размытые лица глаз дышал фыркал едином организм как опасность ты не ошибся нет такого в списке предательски дрожали колени кружилась голова я жалку лакеет так что костяшки повелели мне сказали двести четвертый кабинет лилия павловна шестой в да кажется класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохот что за бардак шум резко стих класс припрятал смешки для более удобного момента понаберут студентов только знают что губяки свои малевать а я разгребай значит кто студенты или те кто набирают вон то но вроде не накрашенные губы а бумаги то кто заполнять будет не первый раз ведь уже а ясно она сама собой разговаривает подожди здесь сейчас сейчас я им устрою давай давай учительница пронеслась мимо злобно бормоча а я остался один посреди класса будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков я потупился чувствую на себе приглумливые взгляды и не трогали щипали скользили по коже лазерными прицелами вновь представил как бегу далеко далеко отсюда наперекор холодному ветру взымаю над соснами в прыжке и никого нет вокруг только попутный ветер глазах одноклассников читал синему вопрос этот новенький он наш или чужак кто-то что-то еле процедила по кабинету прокатился сдавленный смех доску вытри нелегко было понять кто главный юморист эй очкарик слышишь пошел в жопу ты чё не только слепой но еще и глухой я тебе сделаю лилы дошли про три говорю теперь тряслись не только колени все тело било мелкой дрожью я молился чтобы учитель завернулась поскорее высшая сила услышали мои просьбы очень хорошо что он не послушала его ну что не с тобой делать то куда сажать а чудо у меня спрашиваешь давай-ка сядь наверное с семеном все равно один выбор и не очень хороша толстяк демонстративно подгрузила рюкзак на соседский стул почесав брюхо и ухмолнился опять за старая снова бабушку в школу вызывать глаз притих а чё нам не сделает не она так я тебе сделаю рюкзак убрал быстро семён не шелохнулся скучающим видом принялся рассматривать портреты писателя на стене нужно было что-то делать как-то выкручиваться спасать положение я прочистил горло и продолжил сдавленным не своим голосом я могу за последнюю парту сесть там кажется свободно учительница громко засопела посмотрела на меня на семена затем снова на меня ладно садись пока туда а с тобой бабурин мы еще поговорим бабурина чтобы подошел после уроков мы разберемся будешь по классу дежурить ясно семён криво улыбнулся сочные прыщи зрели на кончике его носа фу мерзость я подошел до дури боясь пытнуться и стать причиной нового всплеска веселья села сзади на самую последнюю парту на которую грудой валялись старые плакаты места для изгоя заняты можно приступать вот и хорошо начнем урок начинаем тема традиции русской и мировой литературы в рассказе зощенко не надо врать это отсылка к чему-то толстяк обернулся ко мне взгляд его сулил долгие дни неделя месяца издевок и тычков я тебя запомнил говорили эти воднистые глаза но почему если дать отпор и показать кто ты такой что никто не имеет права на тобой издеваться не будет этого всего уже пару уроков спустя явился в тетради растекшийся амебой желтоватый плевок позже в столовой семён вроде бы случайно облил меня компотом а выходя из туалета он так тряхнул мокрыми руками что мороз пала мне в лицо перед последним уроком семён вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц опа каткины сиськи они с рукой не расступились и я не удержався столкнулся ткнулся лицом в грудь той важной девочки которую раньше принял за староста а да не староста я тут же отряпнул сгорая со цида неожиданно она подбочинилась нет ну вы посмотрите на него чё орёшь облапал меня прямо у всех на глазах я сейчас все маме расскажу тебя из школы выгонит извращенец но придумывала в ее глазах было какое-то садистское веселье словно возгляде ребенка подносящего горячую спичку беззащитному майскому жуку я нечаянно меня толкнули все видели слепых среди нас нет капец она сплетница она уставилась на маячки радостно оскапливалась я раскипела в груди но гогот семена охладил мой пыл толкнули чё правда чё мы тебя в пузо дадим он подошел в альяж накутывая запахом семечек и гнилых зубов а затем резко забил меня снова вот тогда и чё ты сделаешь может быть на метод на превьюшечку сейчас узнаешь что мы сделаем хулигана весел надо мной всем своим видом как бы говоря ну уже давай ударь меня попробуем нет мы терпеть не будем дать отпор слушай ты козел в горе пересохло хубы не слушались и голос мой подходил скорее на сдавленный писк семён издевательски улыбнулся давай давай продолжай очкарик чё примол то он специально да выводит всем очень интересно если еще хоть раз меня тронешь семён медленно оттопырил палец и тнул меня в лоб на тронул и чё ещё хоть раз тронул а вот еще и еще козел антон он тыкал пальцем с такой силой что моя голова отлетала назад только бы не расплакаться иначе труба так силу в кулак сила в кулак глазах помутилась давай давай антоша давай я рванул вперед так что подошвы отлились от пола и махнул ногу кулаком она была еще в пузо дать и между ног чтоб знал картина открывшаяся мою узору была прекрасной и ужасающей одновременно семён держался за ушибленное ухо и изумленно моргал неужели я был первым кто взбунтовался против его абсолютной власти стопе дружки надо было бежать на меня обступили его дружки лилия пауна петров бабурина ударил кать а сучка щеки семёна стали еще краснее прощи побелели словно головки личинок но на губах промелькнула ухмылка замечена лишь мною в этом стане врагам он подошел вплотную и обдал кариозной воню вот это получше превьюшка будет тебе пиздец ты посмотри да 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 чё то я так не думаю голос у него был злым и опасным точно кастрюли с бурлящим жиром с которой сорвала крышку я ждал удара считал толчки сердца и гадал куда угодит кулак солнечное сплетение в челюсть в нос а он просто развернулся и ушел думаю если бы было действительно пиздец он бы его не предупреждал а просто начал с ним драться а это такое мысль холодная трезвая удивительно спокойно вспыхнула в голове сегодня меня убьют антоша не переживай все будет нормально после занятия специально задержался подольше в коридоре чтобы не идти вместе со всеми семян не появился на последнем уроке и это вселяло надежду вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой забыл обо мне то вряд ли как смертник узнавшись что казнь откладывается на день я облегчённо выдохнул но не позволил себе забыть его тон мстительный взгляд и на электризованную пугающую хмылку пока школьники шумом и смехом расходились по домам я встал у окна и сделал вид что перебираю учебники я напряженно осматривался в окно во дворе на участке у школьных ворон семена не было я не очень то верил в такое везение так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустящем коридоре шум ушел на первый этаж из кабинета биологии выглядывал скелет которому какой-то шутник тянул на голову кепку с американским кондором за дверями туалетов журчала вода я остался один целой школе не один пришла мысль я вспомнила пропавшим мальчики его портрет сейчас висел на доске в расписании вспомнил что он улыбается что он смотрит что он скорее всего уже мертв привет ты кто я сдрогнул и обернулся сейчас антон потечет второй раз после лисы не хватает ему женского внимания сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки потом я заметил что его держит девочка из моего класса на уроках она сидела за первой партой второго ряда несколько раз я ловил на себе ее взгляд и сам украткой смотрел на нее просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое на ручей небо или на девочку которая не гогочит со всем хором над шуточками семена не перешептывается с кати полевая грязью одноклассниц все перемены она проводила также как я оставалась в классе и либо глядела в окно либо рисовала что-то в зеленом блокноте здравствуй я покраснел и притворился что рассматриваю узор на тощатом полу круто ты ему врезал непонятно это вышло случайно почти она очень непонятная личность когда ее выбрала она себе не однозначно вела вроде бы хорошо в тот же момент как будто она притворялась что она хорошая она очень странная первом прохождении я даже немножко изначально расстроилась но потом думаю какая разница всем можно будет два раза пройти правильно я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак чтобы чем хоть чем-то себя занять вроде семён раньше таким не был он к нам недавно перевелся бабушка мне его по секрету сказала что он словно взбесился отчего семена даже старшеклассники побаиваются представляешь ой да конечно а ты вот молодец поэтому он антона не побила просто ушел не струсил я замычал а конечно нашла смельчака герою что уже полчаса торчит у окон лишь бы ему по шапке не дали девочка смотрела на меня чисто внимательными глазами а ты за рекой живешь в том деревянном доме ну да там наверное страшно почета не страшно да еще через лес идти иногда какие-то животные в поле танцуют ну это такой редкость я бы так не смогла ты тут живешь всю жизнь тут везде страшно упоминание о лесе заставила меня поюжиться я подумал о переплетенных ветках о змеящейся тропинке о бесконечной темноте что разрасталась как решание кстати косых деревьев и выдал самую настоящую ложь да не так уж там вот страшно ну да ты смотри а что тебя так пугает хорохориться перед девчонкой немного помолчав на друг улыбнулась словно смахнула на вождение да так ничего у меня кстати полина зовут воркуют а меня антон да знает она ну это я знаю ты же представлялся слушай антон полина замялась будто решая стоит ли продолжать а что ты делаешь после школы от ее невинного вопроса кольнула в груди но как-то по особенному приятно ничего такого я запнулся и закончил фразу и чё такое уже забыла подружка наша перед глазами меркнула хищная улыбка на маске алисы ее насмешливая глаза в прорезях маски которые я скорее всего сам себе придумал неужели эта девочка лисица правда ждет меня после школы или это была ее очередная странная шутка. Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? О, Антоша, а что за мысли? А что она еще там прячет, кроме хвоста, а? Ох, это же двусмысленно он все рассказывает про девочек. Очень двусмысленно. От этой мысли я вдруг покрылся мелкой испариной, как после нормативов по физкультуре. Ну, еще бы. Захотелось принять душ, словно сами размышления о лисичке делали меня грязным. Пачкали, сбивали с дороги и выводили в объятия леса. Капец. Как будто фанфик читаю. Антон и лисичка. У меня сейчас занятие. Скрипка. А потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Вот и занимайся. Наш учитель музыки. Он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне. Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движения смычка по скрипичным струнам. Я почти услышала музыку. А лису выбросил из головы. К-к-к. Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово и замирал от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими. А еще щекотными. Казалось, что я маленький, а чувства очень большие и им тесно внутри. Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Я бросил белый взгляд на фотографию Вовы. Глаза колодца изучали меня, рот был словно бы напомажен черным. Как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Нет. Вот оно. Наконец, все, о чем я читала этим летом в приключенческих романах, о чем тайна Гризла начинала просачиваться в мою жизнь. Таинственное преступление, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Дуэль. Мысли о себе не моментально отрезвили, вернули на землю, бощу под ногами зашаталась, как палуба корабля. Только бы сейчас не упасть, грязь лицом перед Полиной. Ведь столько бы я не храбрился, было очевидно и мне, и ей выстоять в драке против такого амбала мне не под силу. Если он нокаотирует меня, это не самое страшное. Страшно, что это увидит Полина. Засмеется со всеми остальными. Нет, нужно избавить свидетеля от моего позора. Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Полина отбросила челку с лба и до меня донес ей два уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить, глотаясь жадно, жажда все не уталяется. Я вспомнила летние вечера на даче, едкий дым с костра, свечающий из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой. Редкие, безмятежные дни, когда я чувствовала себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить трески углей, смехи родителей, запахи скоротичного июля, намек на будущую катастрофу? Видела ли я, как хрупок и ненадежен этот мир? Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом, а помниться даже не дадут. Полина вдруг я троуловнулась. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Да, 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 да. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Кто твой знакомый хулиган? Мы уже все знаем про тебя. Представляешь, у них кодекс чести такой. Знакомый хулиган, забеспокоился я. Лучше ли он меня симпатичнее? Ой, мне на музыку пора. Все, давай топай. Она сделала пару шахов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток в журнальных постеров или на актрисы с кинофильмов. Но в свете потрескивающихся ламп, она была притягательнее всех. А ты играешь на чем-нибудь? На нервах. Два года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музыцировать. Перемен мы ждем, перемен аэм, аэм. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструменты кому-то, кому они нужны. Мы не играем. Жалко. Ну ладно, я побежала. Так жалко или ну ладно? Пока! Бай-бай! Крик девочки подхватило глухое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Пока! Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Антон, ты слишком долго думаешь перед тем, как сделать. Школьный двор опустел, только пара ребят из младших классов кидали друг в друга снежки. Никого похожего на грузного Семена с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что ж делать? Полина могла бы стать моим другом, первым на новом месте. Так, а тут же можно поклацать что-то? И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению Шептала Бобегия, подальше от убийц, отрыскающих по ночным лесополосам маньяков, Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. Обещала помочь найти Вову, а за этим следует награда. Много денег, почти гарантия мира семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру, счастливую, как те девочки, получающие призы от Супонева в телепередаче «Звездный час». Ребят, напоминаю, что я сейчас не читаю все, что в словаре, потому что я это читала в первом прохождении. Можете там ознакомиться. Ее кружат в танце известные певцы. Может, даже это новая популярная группа Иванушки Интернешнл. Мама с папой обнимаются в Астанскинском павильоне. А потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Так, ну, то, что у нас произошло с Полиной, мы уже прекрасно знаем. Антона оттырили, и никто с ним не подружился из-за этого. Поэтому, думаю, если мы выберем Алису, как раз-таки будет наоборот. Застегнув рюкзак, я сбежала вниз по ступенькам. У-у-у, все, начинается новое что-то. То, что я еще не видела. Снова оценил обстановку во дворе. Уже через окна вестибюля. Вестибюля. Что с ударением? Вестибюля. Ой-ой-ой-ой-ой. Никакого... Никого подозрительного. Входные двери скрипнули. Звук напомнил музыку из триллера. Такая высокая нота, председствующая напряженной сцене. Я шустро обогнул школу, стараясь не попасться никому на глаза. И школьной столовой пахло выпечкой и жженым сахаром. Я замер, увидев силуэт в окне второго этажа. Наверное, это Полина. Чуть склоняя в голову, скользила смычком по скрипке. Жаль, мелодию не слышно. Да и Полина просто темный обриз. Рисунок на желтом леске окна. Тут ничего нельзя поклацать? Нет. Не, хотя пошел дальше. Ветер гонял по полю белые смерчи. Где-то неподалеку шумел невидимый трактор, вспугнувший стаю какающих ворон. Звук мотора напомнил рюк голодных зверей, гнавшихся за мной по снежным пустошам. Но вспомнилась эта странная Алиса со своей маской. Сейчас при свете дня было очень трудно поверить в ее существование. Как он там оказалось? На заднем дворе возле повешенного. Что за ерунда? Какого еще... Опять этот чел? Так. Следом за ним расстался сигаретный дым. Это был кто-то из взрослых, может учитель. И свалил. Белочка. Вон лесная белка за дурную лузу от семечки. Видать, кто-то из учеников ее прикормил. Надо же. Кстати, от Семена семечками пахло. Может быть, это он? Я посмотрел на стену. Над просломленной полосой был нарисован пряшущий в петли человечек. Кто-то играл здесь виселицу. Вокруг человечка каракули, побег, страх и правда. Ближе, мой сладкий. О! Я не сразу поняла, откуда звук. Взгляд заметался по безлюдному закутку. На затворках школы, по окнах, отражающим солнечный свет по снегу. А, вариантов больше нет. Один из сугробов задрожал, словно вулкан перед извержением. Отдай твое сердце! Ты че, блин, больная? Не успела я помниться, как белая корка лопнула, а из-под снега выпрыгнула лиса. Она грациозно поклонилась, наслаждаясь проведенным эффектом. Снежок теребрился на ее шубке. Я не представляла, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знаю, с чем сравнить. Заразными, ядовито-сладкими. Отпор не дал, сердце потерял. А мы уже дали один раз отпор. Все, это подсказка. Надо давать отпор сюда. Она хихикнула так задорно, что я невольно заулыбался. Да ну тебя! Резво зачеркнув горсть снега, я скатал снежок, а зарядил им в алису. Ой, какая милашка, посмотрите. Тоже можно на превьюшку. Она попыталась увернуться, но было поздно. Снаряд угодил в плечо. Ох ты ж! Гадкий мальчишка! Ой-ой-ой! Да, вот такое! Лиса плавно отрепнула, вооружаясь. Ты хитер, да мы хитрее! Кто вы? Кто вы-то? Ловок ты, да мы ловчай! Кто вы? Она одна здесь. Ответный снежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, иреющим над нами. Я хотел пригнуться, но подскользнувшийся упал на колени. А пока поднимался, стекл прилетел прямо в лицо, а палил холодной щеки. От досады я выругался на всю улицу. Блядь! Ооо, Антон ругается! Словечки из песен Сектора Газа с кассет, что я слушал тайком от родителей. Ооо, теперь можно читать. Этого еще не было. Сектора Газа. Советская российская рок-группа, игравшая в стиле колхозного панка и основанная вокалистом и автором песен Юрием Клински. Юра Хой. Зачастую использовали западную музыку в своих произведениях, большое количество матерных слов и сказочных сюжетов. Хой, предположительно, умер от передатировки наркотиками. Понятно. Будь папа рядом, он выкрутил бы мне уши. А че не язык? Чего-чего, Матоу не терпел. Изъяснялся исключительно литературным языком. Да ладно тебе! Не больно же совсем! О, блин, тут одни превьюшки начинаются. Она сочувственно отряхнула мой воротник, взяла за локоть и помогла встать. Аккуратно, с недетской заботливостью, сняла мои очки и сдула с них снежинки, а затем протянула обратно. Вот так? Один-один, Тоша. Ну да, сначала он в нее попал, потом она в него. Тоша меня называли только близкие люди, а я даже настоящего лица ее не видел. Не знал ни фамилии, ни класса, ни то, что есть в нее хвост под шубкой или нет. Желаешь отыграться? Конечно. Мы хотели поискать Вову, помнишь? Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. Лиса демонстративно зевнула. Родители! Блин, он же ж видит настоящие зубы и язык, которые двигаются. Как скучно! Да не будь ты таким занудой! Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. Ну почему-то она в шубе перчатка. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми, да в четырех стенах, тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный птик. Вот. Она задергла мохнатой лисе бровкой. Я не искренне хохотнула, не решив до конца, смешно ли это. Вот так вот шевелить частями маски. Ну же, Тоша, решайся. Как можно маской вообще шевелить? Такое чувство, что они действительно звери. Хотя глаза видно, как... Ну это не лисие. То, что она действительно в маске. Очень странно все запутано. Я в шоке. Потом она будет прочитать книгу. Ну же, после игры. Потому что игра сделана на основе книжки. И мне вот жутко интересно, как там. Я же вижу, ты хочешь поиграть? Если победишь... Лисичка приблизилась вплотную и встала на цыпочки, едва не коснувшись шершавым носиком моего лица. В глубине глаз тлели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным, ягодно-приторным. Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Я изначально подумала, что это Катя. Когда у тебя всех хлопот, чтобы беситься и уплетать конфеты. Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. Поверь, мне есть что тебе показать. Может быть, это Полина. Найдем твоего мову. Внутри у меня жалость пружина. В животе заныло, не сказать, что неприятно. Как же странно, только что я болтала с Полиной, а теперь Алиса тащит куда-то. Чувство такое, будто я расщепляюсь, раздваиваюсь, как могильные кресты на той жуткой пленке. А если проиграю? Ну блин, она когда разговаривает, так поняла, что ртом не двигает. Засмеявшись, она махнула подолом и побежала к дороге, по которой мы шли в школу. Ее обещание, чуть ли не угроза, загипнотизировало меня. Я нагнулся, зачерпнул снег. Вот было бы у меня специальное устройство, чтобы распознать, когда шутит Алиса, когда говорит всерьез. Или у таких, как она, всегда третий вариант. Может быть. Между шуткой, правдой, смехом и горячим дыханием наука я хотел победить. Наказать ее за быстроту и свободу, которых слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство, что-то еще, что-то неясное, заладели моими чувствами, опьянили. Как тогда, когда я наелся вишен из маминой наливки и лежал, сомкнув в веки, а кровать вращалась надо мной, и голова ходила кругом. Он обухался вишней. Наливка. Сладко-фруктовый, ягодный, спиртной напиток около 25-30 градусов. Она называема водкой на ягодах. Мама настояла себе наливочку, он ягоды захавал. Конечно, голова будет кругом. Я сплюнул в эти рогубы. Хочешь поиграть, лисичка-сестричка? О, да, вот лисичка-сестричка. Ну, давай поиграем. Тут ничего не надо клацать? Тут просто иногда непонятно. Вооружившись снежком, я ринулся за беглянкой. Ой-ой-ой, весело какой бежит. Вот показала знакомая улица с деревянными столбами, уже совсем не страшными. Всего-то бревна, занесенные снегом. Крикнешь, залапаются пныпсы. Люди высунуться в окна. Юрка Алиса замаячила впереди, им дразнилось, но швыряться в нее снежком с такого расстояния было напрасно. Только зря снаряд бы растратил. Вдоль расчищенной дороги замаячили искалеченные морозком березки. У деревьев выселся огромный снежный холм. Видимо, сюда трактор свозил снег со всего поселка. В такой горе спрячется целый выводок лисичек. Блин, у меня язык заплетается страшно. Долго, когда сидишь читаешь... Надо водички попить сейчас. Нет, подумалось, лисичка одна, не бывает второй. Ее и одну-то слишком много. Возле расчицы бегала моя вторая утренняя знакомая, дворняга с озябшими лапками. Принюхавшись, она пометила голые кусты смородины и шустро засеменила к другим. Кстати, когда я шла с Полиной домой, там был вот этот лысый чел. Он и здесь, наверное, будет. Алиса вынурнула из-за холма. Жулька! За мной, девочка! Собачонка подняла уши, одобрительная гавнула и побежала следом. Мы мчались все дальше, издалека обменивались снежными залпами хохлача и спотыкаясь. Вот здесь вот, может, будет кто-то? Впереди рос, поднимался до низких облаков зимний лес. Мы достигли его тени, когтистой и почти осязаемой. Лиса юрнула за исполинистую сосну, явно намереваясь незаметно подобраться ко мне и со спины насыпать снега за шиворот. Так, чела нет? Нет. Это был хороший план, но ее выдавала жулька, крутившаяся рядом. Ну вот собака реагирует, значит, это кто-то живой. Ну, блин. По-любому это человек. Отломив сухую ветку, я решила действовать еще хитрее. Насадил на сучок шапку и поднес к сосне. Пускай решишь, что-то моя голова высовывается из-за ствола. Чтобы не рассмеяться, я прикусил губу, подпрыгнул с другой стороны и пульнул снежком в убор. Наверное, Алиса сразу раскусила мою уловку, но позволила себе победить со счетом 3-1. Я был уверен... Уверен? Я был ранен внову, она же с простреленным животом и к руде устекала передо мной выдуманной кровью. Молила пощадь, давясь от смеха. Но пока что поход с Алисой намного лучше, чем с Полиной. С Полиной было как-то мрачно и грустно. Она притворила, что кланяется мне, схватила полные горсти снега и как умирающий воин в последней отчаянной попытке метнула их в меня. Я легко уклонился к Ахача, возмущаясь одновременно. Добил воительницу двумя прицельными выстрелами. Живи, Жиги! Научил бы меня жить, раз умный такой. Молчи, ты умерла уже! Тоже мне помеха! Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Во что? Выстрелил слепую, она кинулась за деревья. Раз, два, прилети, сова! О, нет! Какая сова? Ни в коем случае. Три, четыре, пять! Время поиграть! Я не уверенно двинулся к бурелому. Шесть! Да, шесть! Дыбом волчья шерсть! Мне это не нравится. Померечило, что я действительно вижу хвост, кольнувши по кустам. Будто привязанной, я бросился туда, где ветки схлёстывались, помогали лисе прятаться. Прихотелось раздвигать и хорвать точно паутину. Весви пружинили в лицо, но не били, а словно гладили по щекам. Я вспотел, но сил оставалось предостаточно. Врёшь, лисичка, поймаю тебя. Вот тут у чел должен быть. Волос алиса плутал за буреломом. Семь! Восемь! Бьём копытом оземь! Капец! А я тебя недоценила! Она сумасшедшая какая-то. Думала ты просто мальчик! Так он просто мальчик. Уверены, что она стоит за чахлой осиной, я выскочила наперерез. Но здешняя кустика обманула, теперь её голос журчал слева. А ты зайчик! Снежок вылетел из темного укрытия, просвистел над ухом. Ну, кстати, очень много упоминаний именно про Зайчика. Понятно, что игра так называется. Кстати, на заставке Зайчик не мямля, он выглядит злобным, маска страшная. Такая же, как и все остальные звери. Че, охренелы? Яркая лисия шуба мелькнула возле трухлявого пня. Я устремился туда, перепрыгивая через ров. Зайчик, выходи скорей, мясом накорми зверей. Но не своим. Самым важным для меня сейчас был меховой воротник, рыжеющий за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика, почуявшего добычу. И рывок колеса в моих объятиях, такая гладкая и желанная. Ой-ой-ой, бойся своих желаний, Антон. Ой, все-все-все, ты победил! Так чьим мясом я должна накормить? Она прислонилась к шершавой коре, а засопела. Пожалуйста, давай немного отдохнем. Ты слишком быстрый. Слишком сильный. Лакомый. Слишком. Фу, что за двусмысленные фразочки! Довольный, я подбочинился в ожидании награды от побежденной. Ну, вместо приза получил подлый снежнок в свое напыщенное лицо. Заливаясь хохотом, хитрейшая из хитрейших рванула прочее. Даже не думал сердиться. Вот, чтобы не стало, надо догнать Алису, прокнинуть ее, оседлать. Фу, Антон! Игра 18+. Ну, блин. Реально, как будто мы фанфик читаем, а не какую-то историю. Оседлать он хочет Алису. Нормально вообще? Сорвать с нее маску и увидеть все. Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен. Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете. Прижимает уши. На небо косится. Небо не видать. Ну, что-то я от похода с Алисой в лес тоже не очень рада. Как-то непонятно здесь все. Небо действительно исчезло за навесом крон. Я ориентировался по лаю у хлопой жульки, что не отставал от хозяйки. И настигал. А под ногами мелькала та самая тропинка, что я представлял в школе. Оказывается, нестись во весь опор так легко? Скорее, выше, быстрее. Мне оказалось, внутри отворился какой-то потаенный ларец с новыми возможностями. Мои мышцы гудели, легкие увеличивались, я будто сам стал сильнее. Даже зрение обострилось. Я видел каждую оледнелую веточку, каждую зазубренную на горе. У кустов валяло что-то пестрое. Деталь одежды. Еще одно расцвистастое пятно справа. Алиса скидывала себе вещи на бегу, как шкуру. В смысле? А я окрыленный стащил зубами варежки. Раздеться полностью и отдаться ветру до остатка. Нет, это уже не нормально, все. Это шиза у обоих. Еще и своя метка 18+. Скорее. Я потянулся сбросить шапку, махом откинуть все, что мешает бежать по нескончаемому лесу. Рюкзак тормозил, и я швырнула его в снег. Вместе со всеми ручками и карандашами в пенале, цветными тетрадями в линейку и клетку. Со всеми рисунками на полях и динозавром для Оли. Оля. И вдруг в голове возник отчетливый образ. Сестра застывшая у окна в предзакатном свете. Маленькие детские ладошки прижимались к стеклу и, согрев его, отпечатались. Она бы согрела так целый мир. Оля смотрит на тайгу и повторяет мое имя. Тоша! Я остановился, глубоко вдохнув, и понял вдруг, как все это сумасбродно и глупо. Раздеваться в лесу, так была в погоне за лисицей. Я вернулся за рюкзаком, будто за обороненной частью самого себя. И снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня. Умоляла вернуться после школы как можно быстрее. Что сейчас забрать-то? Бегая по лесу, которым сам пугал сестру. Веселюсь, когда из-за порог запрещено выходить. Сиди в клетке Оли, смотри в сотый раз одни и те же мультики. Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? В смысле? Сейчас мы дадим тебе в рожу. Блин, или сейчас заканчивать серию, сколько там. Ладно, сейчас дадим ему по лицу и будем заканчивать. Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмыляющийся Симон и его гогощущая шайка. Ну, здорово, Антошка! Хе-хе, не вышло сдрыснуть, да? Ах, вы как собаки, да, за мной по следу? Очкарик, зубецарик, на! Слышишь, как ты там, Бяша, засунет от тебя палец знаешь куда? В жопу. Словно хищная стая не окружала меня, вынуждая пятиться. В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизал батарейку. Алиса! Имя спутницы превратилось в сдавленное сипение. Сосны качались молчаливыми стражами. Взгляд мой заметался. Я так мечтал увидеть за деревьями лисичку, ждал, что она придет на помощь. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Что вы с ней сделали? Ого! Он начал заступаться за нее? Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Какая еще, Алиса? Кстати, ну вот это уже отличие в том, что когда он был с Полиной, он вел себя как тюфяк. Чего-то боялся. Я там там еще сбоку, блин, непонятно что говорила. Да, кукуха походу вон туда уже полетела давно. Здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатался спиной в дерево. Но как, полегчало? Неужели? Алиса? Алиса? Ко мне, сучка блохастая. Ну ты, козел, фу, мерзкий. Остальные мерзко захихикали. Собака, навострив уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда. Иди, иди, и дам кое-чего. Фу, мразь. И Полина в этот момент улыбнулась, вы представляете? Улыбнулась, ей понравилось вот это вот. Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху упнул под хвост так, что она полетела с куля в ближайший сугроб. Вся банда взорвалась смехом, мне сердце обледенело. Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Боковым зрением я заметила, будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру шевельнули за индивелыми шипами веток. Я ничего не увидела. Она ж больше срать не сможет. Давай теперь я второй раз ебану, минус на минус да с плюс. Сейчас мы тебя второй раз ебанем, понял? Козлина вонючая. Но дворняге уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага, за ним кофяк на. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да без бэ. А ну. Семен демонстративно поднес моему лицу увесистое кольцо, печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клейма на всю жизнь останется. И куда подевалась моя потаенной силой храбрость? Стой! Я осипела, а в голову мотнулась, врезавшись в кулак Семена. Красные искры брызнули с глаз. Беша! Подсоби! В смысле? А как же я дать ему ответ? Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами, и тот поставил под ножку. Я упал на острую горку льда, и толстяк тут же наступил на мою руку, не поддавая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А в рожу... А ты случи мне, педик. А в рожу ему дать? От злости обиды начал задыхаться. Боль нарастала. Ухо пульсировало пекло, точно его отрезали, а поверх пришили ком крапивы. Че молчишь, Антошка? Отвечай ты, педик. И тут я почувствовала чистую и незамутненную ярость концентрат моей злобы. Как чернила с прута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Твари! О, я не помню, говорил он ты или нет. Знаете, что мой... Мой отец... Тотопедик! Блин, а че сейчас будет? Это стало последней каплей. Страх и зло сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он и кидо занимался. Поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивали. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку, остановив поток лжи и сделал пару шагов вперед. Семен медленно отступил, дав мне возможность встать. Неужели поверил? Или его смутило мое перекошенное ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? Блин. И мой. Да, и в каких войсках, интересно? После этого нам дали пиздюлей. Я замялся, страх вцепился в лодку. Злость и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка! Бля, Будуна! Беша, молчи. Думал меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. Блин. Надо было что-то найти или что? Чтоб они не дрались. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя училка спасла. Ну а теперь все. Вы это видите? Что с Семеном? Нормально вообще? Что это за... Это получается зубы бяши, потому что это щель. И улыбка Семена. Поумолена так и останется. Хана тебе. Блин, все расслабило. Во-во. Давай, Антошка. Молись, чтобы твой труп по весне нашли бы. Сидел бы ниже травы, был бы целочком. Так а... Жирного стукнуло одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и моргу, блять. Сема, ушатай-ка его. А, в прошлый раз нас Ромка начал метелить. Хулиганы вновь замкнули кольцо и оказался напротив Семена. О, все, значит уже не так все продвигается. Кров стучала в висках. Ветки качались, как будто что-то шептали, обнадеживали. Стисну зубы и борясь с мыслью, что выгляжу хлопо, я встал в боксерскую стойку, которую частенько видели в кино. Хера ты, Майк Тайзенна! Да, не завидую. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь. Если, конечно, не сдохну сейчас. О, сейчас кто-то мелькнул. Краем глаза заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал клешни Ромки, схватившие за портфель. Манатки, Антошка! Махаться мешает! Я был уперся, не желая подчиниться мерзавцу, но ловким движением выудил из-за пазухи нож бабочку, демонстративно крутнул, поставив острёк моему горлу. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дёрнул за всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Вальяжный, спокойный. Перетворно скалясь, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. В школе твоя сменка. Я погляди, может это был... Опачки! Блин, как долго. Ромка многозначительно ухмыльнулся. Ну и зачем я это сделал? А что это у нас здесь? Учебники тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Маску. А вот, кстати, маску... Могла подложить вот эта лиса Алиса. Когда Антон скинул портфель и побежал дальше за ней. А потом-то она пропала. Он поднял ее высоко, словно показывал кому-то еще, кроме нас. Кому-то в кронах, в сумерках за деревьями. Старая маска зайца. Длинные потрепанные уши, едва заметно нарисованные носы и усы. Облезло мех на щеках. Откуда бы ей взяться? Подбросил кто? Семен хохотнул. Новый год уже прошел, мудила. Или ты реально поехавший? Семен. Это не мое! Да как не твое, а? В твоем портфеле лезала на. И что? Ромка наблюдал за этой сценой, ехидно улыбаясь. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Нет, конечно. Давай, давай! Или без станов, домой пойдешь, на. Бяша, ну ты подпездыш. Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдет? Надену. Сема, надень-ка на него. Бяша услужливо подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил шутовской поклон. Затем передал ее Семену, уже потиравшему руки в нетерпении. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи, ждал, что тени ползающего круг нас жалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали, изломанные под страшными углами руки. Почерневшая кора была обварившейся кожей от макарью. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Только учти, Сема, если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет. Блин, что с игрой? Что за лаги, блин? Да поглядя на него, он же дурик конченый. Погуленный страшный. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав. Давай, толстый, восстанавливай авторитетно. Не восстановит. Или сам у нас запрыгаешь, так что тетяндра отцепится. Значит, он и вправду боится Ромку. Семен вырвался под нос, злобно зыркнул на меня. Вот, это чтобы маска хорошо налезла. Он смачно харкнул заячью морду и поднес маску к моему лицу. Плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по зверинам удернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал. Все мастерцы рядом, оберзительно скались и опаляя меня вонью из пасти. Ну вот, да. Надевай, бара! А ты урою! Маска словно бы стала еще отвратительнее, злее, но вопреки всему указалось, она могла подарить спасение. Нет, 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 мы надевать не будем. Стать второй кожей, только примерь, только коснись лицом ее твердой бугристой поверхности. И мех засеребрится, уши затрепещут живыми мышцами. Стоит надеть ее, Семена с компанией не станет. Да, конечно, навсегда. Нет. Послать! Почему-то Ромкина недовольство Семеном меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде, старое разногласие. Мне бы расковырять эту рану. Пролезь бы их головы в их черепа, в их теплые мозги. Знаешь что, Семен? Собственный голос ровно и твердо удивил меня. Я сделал шаг вперед и тихо, спокойно отчеканил. Иди нахуй. Пошел. Нахуй понял. Козел. Милс ровно поставили на паузу, через секунду разморозили. Зрачки Семена расширились, маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время отупленно переваривал слышное, будто тужился решить в уме сложное уравнение. И судя по пульсирующей на лбу Вене, ответ приводил его в бешенство. Остальные молча наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Ты! Ты! Что ты? Ты труп! Да, да, да. Я уже боюсь. В дебрях зазвенел ледок, скрываясь с ветвей. Звук напоминал мелодичный смех. И тут я услышал шепоты скронный из нор, из лесных берлог. Будто бы Алиса, притаившись в сугробе, словно суфлер из будки, старалась достучаться до меня. Не испуганная, а с веселым гневом голосе. Так представлялся мне этот тихий гул. Я уставился в проем между деревьями. О, лиса! Лапами так, будто танцевала. Ой. Острая морда была в снегу, усики подергивались. Оскалившись, лиса обнажила частокол желтоватых зубов. Лиса припала передом, еще ниже к земле, сверкающие по ложке глаз налили с расплавленным серебром. Я перевел взгляд на перекошенный лису Семена. Я что-то рычал, я не понимал что. Лиса подошла задом наперед и скрылась в темноте. А из леса на меня отдохнула шепотом. Скажи, свинья, заткнулся. Ого. Я кнопнул рукой по щеке, прогоняя чужой голос. Но смысл послания остался на подкорке. Подсказка, мой шанс. Я уставился на переносицу, хрюкающего от злобы Семена и проговорил. Заткнись, свинья. У меня мурашки по коже идут. Семена будто парализовала. Словно экстрасенс Аллан Чумак загипнотизировал его и лишил воли. Во рту возник привкус соли и сына и жвачки. Ягодны терпки. Я словно вытянул карту из засаленной колоды, и она оказалась козырной. Мозг работал на пределах возможностей. Словно киношные титры повлекнулись слова Полины о том, что после переезда характер Семена испортился. Пазлы сложились. Козырь полетел в прыщавую физиономию. Я говорю вальяжно, растягивая слухи. Есть у меня подозрение. Ты не просто так перевелся в новую школу. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Ого. Как будто это не Антон говорит. Чудокими, с теми, кто не такой, как они. С теми, кто толще их, например, слабее. И ты решил издеваться над другими, как издевались над тобой. Ого, мальчик растет на глазах. Я увидел, как дернулся кадык Семена, словно перезарядили помповую винтовку. Ты отыгрываешься за старые обиды. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Знаешь, кем ты был? Хрена себе замес. Лезетел дыхание, слушая, наслаждаясь. Знаешь, кто ты есть? Кто? Пацаны. Еще какой... Бяша шагнул блок приятелю, но Ромка осадил ее, хлестнув властным взглядом. Тот ретировался, сунув руки в карманы. Продолжай, Тоха. Слова Ромки рикошетили от шершавых стволов. Знаешь, кем ты будешь всегда? Кем? Семен без помощи назирался. Второе имя. Настоящее имя, которое дали тебе одноклассники. Откуда? Теперь Ромка и Бяша смотрели на Семена, как на добычу. Даже показалось, что облизывали свои сухие губы. И ветер тоже облизывался, гоняя вдоль дороги и мои разбросанные тетради. Свинья! О-о-о-о-о, а шехам отдало! Мой громогласый крик эхом полетел по лесу. Деревьями, а врагам он понравился. Эхо повторило, удвоило. Отроило возглас. Рома оскалился, блестнул зубами. Руки Семена упали по шпам, глаза намокли. А я воспользовался преимуществом. Ебой! Ха-ха-ха! Вот зарялся сего мага! Ха-ха-ха! Гораздо сильнее, чем в первом школе. До хруста впечатал кулак его испуганную физиономию. Прыщавая щека заплясала под костяшками, как поверхность киселя. Охнув, Семен плюхнулся на заледеневшую дорогу. Он держался за ушибленное место, не понимая, что происходит, и как так вышло. И глядя на него, я понял, что улыбаюсь. Толстяк наконец очухался, вскочил на ноги и, скорчив яростную гримасу, бросился на меня с кулаками. Но я, разгоряченный, игрою в снежки, ловко увернулся. Фу! Он полетел на снег, неудачно призельмился, прямо на кучу свежих собачьих какашек и обиженно взвизнул. Ай, красава, Тоха! Думал, ты сосунок, а он как жердяю делал. Семен захныкал, осознав свою гибельность своего положения. Сука! Че я бабушке теперь скажу? В смысле, упал в дерьмо? Она меня убьет, когда увидит! Чего ты там скулишь? Тебя с парашей не слышно! Чертные потуги Семена снегом очистить дубленку вызвали у Бяша приступ в веселье. Я тоже улыбнулся, криво и зло. Ха-ха! Мастевый на! А ну вставай и скачи как зайчик! Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмо внесет! Так, теперь получается, скачи как зайчик перешло на Семена. Это клеймо перешло с Антона на него. То есть, наверное, скорее всего до конца игры надо продержаться в этом положении. Хотя вот сейчас Антон какой-то злой. Не такой он, как обычно. Но в то же время, я думаю, он правильно все равно поступил. Вот предыдущая версия, когда Полина с нами вела, его просто побили и все. Но похвалил Батя. А сейчас непонятно. Давайте будем на этом заканчивать, то уже серия длинная. Очень интересно, что будет дальше, потому что как-то все так очень таинственно получается. Скорее всего мы подружимся с ними. Но что будет с Лисой, непонятно. Это мы будем уже узнавать в следующих сериях. А пока на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.